Всем привет! Меня зовут Артем и вы на канале Коптим Вместе! Сегодня мы решили приготовить и показать этот нехитрый процесс, как мы будем коптить с вами киту холодным способом, холодным дымом. Наше сегодняшнее видео будет разбито на 4 части, на 4 этапа. Итак, по порядку. Первым этапом мы замаринуем нашу рыбу, вторым этапом мы ее будем подвяливать, подсушивать, естественно, перед копчением. Третьим этапом мы будем коптить и четвертым этапом дегустировать. Не будем терять драгоценного времени и приступаем к первому этапу. Друзья, для того, чтобы засолить нашу рыбу, а солить мы ее будем способом мокрым, значит, это будет у нас тузлук. Для приготовления тузлука, иными словами, рассола, нам с вами потребуется 80 грамм поваренной соли, 20 грамм сахара, 2-3 горошины душистого перца, 1-2 гвоздички. Но с ней вы, смотрите, не переборщите, потому что это сильная специя, чтобы она остальные другие не перебила. А также я использовать буду 2-3 лавровых листика. Опять же, повторюсь, это на 1 литр рассола, на 1 литр воды. Значит, у меня на столе рыба весом в 2,5 килограмма. Сколько мне потребуется конкретно литров рассола, я не знаю. Вот. За кадром, разумеется, друзья мои, я уже сварил рассол. Не вижу смысла это показывать. Как это я делал, сейчас вам расскажу. Значит, я взял, смешал все эти ингредиенты, изначально которые перечислил, добавил их в обычную холодную воду, довел до кипения, прокипятил 10 минут этот раствор, значит, этот рассол, прошу прощения, и дал остыть до комнатной температуры. Обращаю ваше внимание на один такой занятный факт. То, что рассол должен быть не выше, чем 25 градусов, потому что у нас как раз будет температура копчения в 25 градусов. Это режим холодного копчения. Если вы рассол не остудите до данной температуры, у вас рыба может получиться по горячим способам, но, в общем, получится не то, что мы хотим видеть. Поэтому вот этим моментом не пренебрегайте. Значит, самый главный момент, чтобы рассол полностью покрывал нашу рыбу. Сколько для этого потребуется рассола, ну, уже смотрите как бы по факту. Я ее сейчас положу в обычный пластиковый контейнер и залью уже готовым остывшим рассолом. Все, перекладываем нашу рыбу в контейнер. Ах, да, друзья мои, забыл сказать, что рыбу перед посолом, и, разумеется, я ее хорошенечко промыл, ну, разморозил, промыл. Поэтому все, я думаю, это ясно и понятно каждому. Убираем рыбку. И теперь, сейчас будем заливать ее рассолом. Рассол на столе, дабы его не разлить, буду пользоваться подручными средствами. Я сварил с запасом, у меня здесь порядка 13 литров. Как мы видим, рассол полностью покрывает нашу рыбу. Теперь мы ее накрываем крышкой и убираем в холодильник на трое суток. За это время она полностью просолится. Убрали мы рыбу в холодильник и ждем трое суток. Немножечко подождите, дальше будет очень интересно. Не переключайтесь. Прошло у нас трое суток. Рыбу мы нашу достали из холодильника. Теперь мы сливаем рассол, промываем рыбу и вешаем ее на просушку. Рыбу мы промыли, теперь одеваем ее на крючок. Одели рыбу на крючок. Теперь пришло время поместить ее в сушильную вялочную камеру. Для того, чтобы она сутки примерно у нас подвялилась. Для чего это нужно сделать? Да для того, чтобы дым лег на наш продукт. Друзья мои, самое золотое правило в копчении. Дым ложится только на сухой продукт. Не пренебрегайте этим правилом. Прошли сутки. Теперь мы открываем сушильную вялочную камеру. Смотрим, какой у нас там результат получился. У нас получился прекрасный результат. Рыба подвялилась. С нее ушла вся лишняя влага. То есть рыба у нас полноценно готова к копчению. Ну что ж, идем коптить. Вешаем рыбу в коптильный шкаф. Коптить нашу киту мы будем с вами холодным способом. Это означает, что температура в коптильной камере не должна превышать 25 градусов. Выставляем температуру на терморегуляторе. Коптить нашу рыбу мы будем на смеси щепы ольховой и вишневой. Вишневая щепа очень хорошо подходит к рыбе. Учтите этот момент. Особенно красный. Она придаст нашей рыбе более насыщенный красноватый оттенок. Сейчас мы засыпаем щепу в дымогенератор, поджигаем и подаем дым в камеру. Включаем компрессор и поджигаем щепу. Дымогенератор мы разожгли. Теперь откроем коптильную камеру и посмотрим, поступает ли дым. Да, все отлично. Дым начал заполнять нашу камеру. Теперь мы закрываем коптилку. И рыбу мы будем коптить нашу по времени 16-18 часов до желаемого нам цвета. Если вы хотите цвет более ярко выраженный, соответственно, коптите рыбку подольше. Хотите побледнее, ну, соответственно, поменьше. Мы с вами включимся уже на дегустацию. Тогда, когда рыбка наша полностью закоптится и отвисится в прохладном месте для того, чтобы распределились вкусовые качества. Ждем дегустацию. А пока коптим. Ну что ж, вот мы и дождались. Рыбка наша, как мы видим, полностью закоптилась. Приобрела красивый золотистый оттенок. Она у нас еще ночку повисела в прохладном месте. Вкус распределился. То есть соль разошлась по всей рыбке. И теперь мы ее будем пробовать. Так, наверное, я ее сейчас разрежу прям пополам. И посмотрим, что у нас там в разрезе. Вот что у нас получилось. Отличная красная рыба. Для чистоты эксперимента мы сегодня пригласили в гости наших друзей Сергей, Александр. Проходите в кадр. Давайте вместе попробуем, что мы тут наготовили. Здорово, Сань. Друзья, всем привет. Здорово, Серега. Здравствуйте. Так, ну что, каждому нарезаем по кусочку и будем пробовать. Так, срежу плавник. Ты, Сань, за рулем, поэтому тебе не положено. Я, чтобы только вкусовые ощущения от рыбы. Да, сейчас мы это дело попробуем. Запах можно ценить. Пожалуйста. Свежий запах. Аромат на всю студию, да? Сейчас попробуем. Нет, ну пока по запаху мне. Ух, прям стейк тебе такой. Запах. Ну что ж, это тебе, Сань. Первое впечатление, Артем, вижу, что рыба не размазнила и получилась. То есть плотная как здесь терция. Сейчас проверим вкус. Ну как? Ты знаешь, мне кажется, если подавать на стол в качестве, ну так вот, покушать, то нормально. А вот если вот как раз таки... Пеная, под пеной. Я бы чуть-чуть сальций бы побольше добавил. Подсолил бы, да? Сейчас оценим. Мое впечатление первое. Так, а я сейчас в серединке попробую вот так разломлю. Ну, прям запах дыма такой, копченость чувствуется. Но она не ярко выражена. То есть рыба проветрилась после копчения. И вкус дыма умеренный, да? То есть запах дыма умеренный. Да. Уже, Артем, я, наверное, вот с Ильеем соглашусь. Вот именно как отдельное блюдо супер. То есть... На бутербродике, если, да? На бутербродике, вот, да. А если к пиву, то, да, чуть бы соли побольше. Но, а вот так, как отдельно. Слушай, замечательно. Приятный вкус. Нарезать на стол на бутерброды шикарно. Так, ну что, давай, Серега, полноценно дегустируем. Блин, как я вам завидую. Но, ничего. Я думаю, в следующий раз я присоединись к вам. Точно так же. Да. Артем, хочу поблагодарить, во-первых, за возможность, что дал поучаствовать в данном твоем проекте. Ну и хочется пожелать тебе успехов. Спасибо. В твоем благословом начинании. Присоединяюсь. Хотелось бы почаще попадать на такие мероприятия. Друзья мои, ну, на этой вкусной ноте мы будем заканчивать наше видео нашими традиционными словами. Если вам понравилось наше видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Задавайте любые вопросы. И давайте дружить. Давайте дружить вкусно, друзья мои. И не забудьте подписаться на наш инстаграм-канал и на канал ВКонтакте, на группу ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok